Окунуться в мир классической музыки, услышать третий фортепианный концерт Рахманинова и вторую симфонию Чайковского. В Тамбове стартовал юбилейный фестиваль имени Сергея Рахманинова. С 28 марта по 4 июня поклонников классической музыки ждет более 20 концертов с участием выдающихся артистов России и мира. О том, какие еще сюрпризы готовит для зрителей фестиваль Рахманинова, расскажет Олеся Кричетова. Международный фестиваль имени Рахманинова берет свой отчет в далеком 1982 году. Впервые праздник классической музыки был организован по инициативе группы известных деятелей культуры, среди которых выдающиеся артисты Виктор Мержанов и Юлий Ириентович. За 35 лет существования фестиваля зрители услышали более 500 концертов в исполнении лучших музыкантов. В их числе десятки народных артистов России, СССР и почти сотня лауреатов международных конкурсов. Если говорить о рахманинских фестивалях, то, пожалуй, к 35-му фестивалю мы можем очень серьезно говорить о сложившихся традициях фестиваля. Несмотря на все годы, которые мы пережили, и разные годы кризиса, и развала Союза, фестиваль ни на один год не останавливался. Традиционно открыл фестиваль имени Рахманинова Тамбовский симфонический оркестр. Главным сюрпризом для любителей классической музыки стало то, что в этот раз дирижировал им итальянец Фабио Мастранжело. Он выступал со всеми известными оркестрами мира. Дирижеры такого уровня еще к нам не приезжали. Перед фестивалем Тамбовский оркестр и дирижер провели несколько репетиций, чтобы сыграться, понять друг друга и создать некую связь. Солидный, очень солидный оркестр. Видимо, руки главного дирижера хорошо работали, потому что, конечно, форма любого оркестра очень сильно зависит от внимания главного дирижера. Так что не могу не хвалить Михаил Леонтьев. Рахманинов для итальянского гостя – самый любимый композитор. И любой шанс сыграть его музыку – огромное счастье, признается Фабио. Радует, что существует фестиваль имени Рахманинова. Именно здесь, на родине его. И это большой знак уважения к его фигуре. И очень надеюсь, чтобы этот фестиваль продолжался всегда. На открытии фестиваля прозвучали концерт для фортепиано с оркестром номер три Сергея Рахманинова и вторая симфония Петра Чайковского, которая, стоит отметить, очень редко исполняется. Солисткой этих великих композиций стала Татьяна Колесова, лауреат международных конкурсов. Татьяна признается, что для любого пианиста Рахманинов – кумир. Благодаря его музыке можно передать всю высоту человеческой души и глубину ее чувств. Каждый раз, погружаясь в глубину этой музыки, во-первых, становишься другим человеком, во-вторых, конечно, хочется, чтобы публика прочувствовала все, все то богатство, от любви к родине до самых тонких человеческих чувств, все то, что Сергей Васильевич вложил в эти звуки. Встреча меломанов с музыкой великого Рахманинова весной не случайна. Ценители творчества композитора знают – он родился весной и по зову судьбы ушел из жизни, оставив свои произведения, которыми до сих пор заслушиваются любители классической музыки. Участие в фестивале примут и тамбовские коллективы – тамбовский камерный хор, оркестр русских народных инструментов «Россияне», ансамбль русских народных инструментов «Домино», а также даже актеры драматических театров. Завершится фестиваль 4 июня большим музыкальным праздником в музее и усадьбе Сергея Рахманинова в Ивановке. Олеся Кречетова, Владимир Моисеев, Олег Щербаков, Область новостей.